Итак, всем приветом, я продолжаю проходить Бесконечное Лето. Вскоре я по очереди лето снимилась на пляж. Моё новое длианство, советская эстрада, к счастью, уже не было рядом. Я всего на песок и устал на речку. И почему в тему лагеря так интересно на моем отношении сословий? В моем береге никто бы ни слова не сказал, по крайней мере, в открытую. Кроме, в конце концов, то, что говоря за глаза, ты не слышишь. А сейчас я был готов в терапевтии в клетни, здесь бы не докладывая каждому встречному о своих любовных приключениях. Солнце поднимал все выше, но я потихоньку на щелку не вскоснул. Глаза уже закрылись, как вдруг я услышал, что задушек за мной кто-то сел. Это была Алиса. Поздравляю! С чем? Ты сам не догадываешь? Да, догадаться несложно. Все цеперинации уже надоело делать. Лишь как будто каждому не призывал, поэтому не надо. Достало? Я так и думал. Событие для того, как и необычное. Моя брата сказала, неслыханная. Она разменялась. Да и выросла так за дверью. Потому что яркое было не было. Но я, наверное, тоже. Я не знаю. Я не знаю, как на это реагирую, как на это принесли, как наездёвку. Знаешь, это вам только как-то так кажется. Но мне ничего такого не произошло. Более того, я не уж понимаю, что зачем всем лейт в мою жизнь. Коронавив козыков это мое дело, но и большие чувства. Ты так не считаешь? Может и так. Может и так. Можете так. Могатышка на Малисе. Могатышка на Малисе. Некоторые времена вопросов мы сидели молча. Но я хотела, чтобы скоболонка быстрее ушла. Но Малисе разбирывал пионерку с глядей. Похожа никуда не собиралась. И что же надо же пламять? Да, о чём? Смотрю, запахи руки. Давай, и что? И что едут? Ну, и... Осваиваю ездить. Да это тоже уедешь. А дальше что? Вы расстанете. Я бы твоя бескверная. Спасибо. Очевидно. И что с него спрашивает у Малисе? А что я должен думать? Могатышка на Малисе. Конечно, нет. Но что? Ты это просто отпустишь? Нет. То есть, а что меня напрекают делать? Что-то говоря, я летит на господа в Тебе. Завидевшись на самом деле. Наконец-то я смогу вывлечься от себя. Именно это было главное для меня последняя неделя. А теперь нам еще все более сложные вопросы. Ведь как, если подумать, заканчивались лагерные романы, после посетителей в клуб и подростков? Нет. 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 Я еще, как сказать, что Ольяне советаны другую Я думаю, что это очень трудно повторить, не perfect картинах. Это что? Можно к вам? Пойдём гадаю и увидим, что я собираюсь на славусь под носом. Ладно, я уже ухожу. Урянка скачула и убежала в другой конец столовой. О чём разговаривали? Ну, ты же её знаешь, о чём с ней можно разговаривать. Слава улыбнулась. Забралось в диване? Да, теперь полностью свободно. Могу помочь тебе собраться. Да что мне собирать-то? Ну, тогда ты поможешь собраться мне. Ну, тогда ты можешь помочь собраться мне. Хорошо. Даже было тысячи возможностей поговорить с ними. Хотя, что я спрошу, я не знал, о чём им нужно. Вскоре мы закончили обед и направились к домику Славе. Вназозримся было чисто и аккуратно, не то чтобы домик его Дмитриевны. Не знаю даже, с чего начать. Она дошла в сумку и приняла сразу в шкафу. Все время... Я за время всё на кровати начал собираться с местами. А какие у тебя планы после лагеря? Что делать собираешься? Ну-ка, ну как же. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Пойду учиться? Ну, да. А ты? А что я? Не в школу уже идти. В тот раз какой-то там класс. Я? Ну, наверное, тоже. Хотя мне не очень хочется возвращаться в родной город. Правде говоря, мне и некуда возвращаться. Даже если бы было желание. Почему? Потому что... Потому что там нечего делать. Там ничего нет. У меня дома для меня никто ее ждет. А родители? Ну, родители. Понимаешь ли, их как бы сейчас нет. А где делали? Работать на границе. Ты скажи. Так тебе повезло. Она начала улыбнулась. Почему? На границе действительно есть такое. Я бы даже в моей ситуации уже в новом виде не назвал. Ну, в его случае. Не расстраивайся. Похоже, я вообще не понимаю, что я делаю. По этому поводу я вижу, я не расстраиваюсь. И это было правдно. Ну что там? А что тогда? Много всего. Например. Ну, например. Я уже был собрался на чеперстронной. Я уже был собрался на чеперстронной. Я вчера до моего половины не желаю оставлять славе. Но как в другом случае я думаю о спутной двери и оставил меня. Ага, вот вот я. Так что-то собираемся. Ну, что-то. Хорошо, что я не пришел на детку позже. Вот я буду об этом мешать. Ууу. Ну, так будто бы покоррестнело. Или да, хотя бы истеки. Да, глупо, если поцелую, бейшу сумку. Ну что, героин. 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 Любовник. Атаковал мужчина моё мурашки в год внови. А что? Мейкшот? А на этой стороне, наверное, вы не глядывали. Смотри, у меня. В первых моих образах не только ты. Я не должен сказать, а жей, посвящаясь от того, чтобы услышать какую-то зонку. Сказали, они не ведутся. Ну, о, но это вы никогда почему-то платили, да? Ну, все же, ну, понимаешь, я сам хочу с тобой в этом плане поговорить. Ну, чем-то я смогла вот дальше. О чем? Само внимательно поспотравлюсь. Потому что сегодня мы уезжаем, так? Так. И разведите по целому кардану. Ну, да. И когда я смогу обрететь вас в следующем году, я уже думал. Да. Внутри я не знаю. Ну, это вас беседует, где приспал. Молодец. Наверное, я уже не стал не спокоен. Я не стал, я не стал успокоен. Ну, а, конечно, надо не стал сказать, что я сама понимаешь. Ну, что боюсь. Может быть, я умею не заблать, если вы просто дальше не возьмете. Ну, что ты там будешь делать? Так, когда вы должны были вздохнуть, а не только вы бы сшел. Учеба, родители. Да и что люди скажут? Особение людей как-то не задоволось. Да и уного балла меня это особо по правде говоря. Но всегда можно иметь и выход. Какой же? Придумаю. Семен, вам еще мало лет до такого. Мне это на самом деле вполне достаточно. Ну, что? Может быть, позже? Через сколько? Через год? Два? Пять? Ты так говоришь? Я не знаю. Она казалась раздерена. То есть то, что было? Это так, короче. То есть все, что было? Это так? Курочный роман? Я начал западиться. Нет? Конечно, нет. Просто... Что? Я сегодня готова буду говорить. Да ну, попозже. Когда? Попозже. У нас было пара часов от еды до отъезда. Но я ничего не двигаюсь. Только я продолжал создавать вещи. Я сталкиваюсь с другой реакцией. На тот взгляд, как он такой. По сути, она просто облакнулась. Получается, никакое положение от туши ей не нужно. Получается, я для нее не особо и ладно. Ты думаешь, только для тебя это все сложно. Думаю, что это для тебя ее просто. Но ты и так ее почему-то не считаешь. Но что-то я должен сказать, что у меня совершенно некуда придраться. Что у меня, когда я встречаюсь с вашей великой, в вашей великой жизни. И мне все равно придется начать все сначала. Не знаю. Это звучит очень правдоподобно. Я и не должен был. Но все же, это правда. И что же. Ну, объясни тогда. Я покупал в этой воде совершенно случайно. Вообще, я из другого времени. Может быть, я не буду убирать. Нет, начало 21 века. Но я летнюю меня начало несколько больше, чем кажется. Я совершенно не знаю, как здесь оказался. Самая внимательно смотрела на меня. Я ничего не сказала. Этим глядит, и люди за меня любезки лучше. Я знал, когда я встал на постановочке надо мной, даже облажнил или что похоже. Что? И зачем ты себя это говоришь? Наконец спокойно спустила она. Чтобы ты понимала мое положение. Но это же... Это звучит просто глупо. Конечно. Я с вами за этой герой был очень большой. Я не знаю. Ты сказал мне, я взял. Не знаю. Я просто подсохнул с ним и перед нами. Угу. Я думаю, что ты выдаст. Я честно туда не считаю. Я пойму. Я не могу это твоего просто дела. Я не могу это вот так поверить. Угу. Потом поговорю. Я не стал спорить. Если путь моего принадлежения на него своего мнения, этот счет настаивает бесполезно. В расстроенных чувствах я попрошусь в домику отгонить дремль. В жертву стою на пороге и, кажется, ждала меня. Что такое хмурый идешь? Случилось что-то? Нет, ничего. Собираться вот иду. Отсказываю уж. Может, тебе кажется, что нет. Ладно. Вот как вы думаете, как человек вдруг доказать, что я говорю правду, если он об этом не верит? А ты что делал? Ты точно говоришь правду? Точно. Тогда, может быть, ему просто нужно время. Но на его катак как раз и нет. Так что тогда я не знаю. Она же развила руками. Ладно, и на то спасибо. Я покидал земля одежды в пакет и направился на автобусную остановку. Если бы еще пару дней назад я увидел Карус, но тогда просто стоящего в воровлагере ведущих пионеров, то что он был самым счастливым человеком в этой реальности. Но именно сейчас веселиться мне почему-то совсем не хотелось. До отправления автобуса отдавалось еще прилично времени. Я себя набрадлил и закрывал голову руками. О чем говоришь, в таком возле двумя из раздумий. Да так. Подсовываются слои. Можно я так сказать. Это чего? Она не верит, что я пришелись из будущего. Я криво улыбнулась. Я бы тоже не поверил. Серьезно, сказала Лена. Да я бы на вашем месте себе не поверил. Ничего страшного. Помиритесь. Да, только времени осталось немного. Времени, времени не до чего. Чтобы выбрать правильное решение. Через некоторое время на автобусной остановке собрался весь лагерь. Все здесь? Ну что, он говорит, Митрия. Сегодня вы покинете наш лагерь. И на прощение не хотел бы вам хуже сказать. Но на заметку не началось. Я никак не могла подобрать нужные слова. Надеюсь, что время, проведенное здесь, вам удовольствием на всю жизнь. Что у вас останутся только и приятным по воспоминаниям о свободках. Так, а также я надеюсь, что здесь вам осталось чуть-чуточку лучше. Смогли чем-то научиться. Поднакомиться с новыми друзьями. В общем, вы встречаетесь в следующем году. Уже вазота отвернулась. Похоже, она пыталась держась в дальнейшем. Я не ждал тех, кто моего эмоциональности. Хотя все равно все сказанные ей покажут меня предполагающим бредом, как всегда. Конечно, иногда и дети познакомятся со Славей. Но, честно говоря, с ней, насколько говоря, рисовательно, что отступить дальше, совершенно непонятно. Поэтому мне было недомыслие о том, что я буду ли я скучать по этому месту. Вот где-то требуется. Когда пионерами начали заходить автобусы, я послепился сквозь толпу к Славе. Давай сядем, давай сядем вместе. Давай, пока на ритуала она. Но я даже покажу, что я говорю на ее лице, и не улыбка. А чтобы слетел по простору нового для меня мира, до округа поля снизились с меня с лесами, а тем спокойными реками с горями. Я чувствовал, что все это знакомы, как знакомы края родной. Впрочем, окружающая местность меня сейчас интересовала меньше всего. Я подбирал слова, за которых начали разговоры. Мне можно, наверное, несколько часов протестили рядом, а попытки разрезать разговоры заканчивались с одной ослойными ответами. Не бери в голову то, что я так доскивал. Я не хочу все правду, если говорить, что это неправда. Просто ты имеешь все самое главное. Это ты. Я понимаю, что это неправда, что это будет неправда. Если даже я надеюсь, что это так делаю, я говорю глупости. Все равно думаешь, что это было ладно? Самое главное — быть с тобой. И всегда будет. Я понимаю, что я задаю правду слишком управляющими. Страх будто промежутка прожектов. А нам, может быть, может быть, не может, я родился к уму. Вместе. Ты и я. Я слышал, что так это все так смотрела на себя. Я понимаю, что это будет так просто. Если нельзя вот так начать на голову, бросаться в лун. То есть, по-моему, было потом будет столько, что ты человеческую нему закрепешь. Да, теперь понимаю. А разве тебя я на все готов? Она ничего не объявила. Если ты говоришь, что это все упало, это уже голову. Это уже голову мне на плечо. Это определенно значило «да». Я не хочу больше ни о чем если не говорить. Пусть постит. Главное, что я поняла меня. Поняла. Поняла, что она для меня значила. Поняла, что ради нее я готов на все. И даже если... Если даже я где-то их перегибаю и просыпаю необдуманно, она готова к такому делу на дорогу. Пока сразу пойдем вместе. Но он заявил свои права. Автологод погружился в сон. А что я пытался, посвязанно, но если смогли попеть, то это просто не хило, когда на кей курсе осталось для меня кристалл на нервах. Куда закрылись ли всего на минутку? День. Какой-то. Бывают сны, из которых не хочется просыпаться. Ты словно плывёшь по теплой реке, куда-то далеко ли горизонт. Блаженна нас одержать светлый мир, раскрывающийся за облаками. Прошлое оставить позади, на него он говорит, что уже не раздирает и исполнил счастье душу. А будущее? Вот оно, рукой подать. И уже не столь важное, что ожидает тебя там, куда возьмёт сам прогресс, прогружение в шикарничный мир спокойствия и счастья. Я всегда верил, что именно в таком состоянии, когда хотелось бы привесить зеленую когда-то. И именно к нему она вернётся однажды. Наша жизнь — это всего лишь миг, секунды в день рождения, рождение смерти вёрст, минута, галактик, часы. Малышами едва ли набирается цена на целый день. Никто из нас не задумывался, как просить на каждую конкретную секунду. Так что ли уж важно, чему занимается одна капля в бурной реке, уносящая себя за горизонт бытия? Я ярко в глаза и влаженно потянулся. Ставайте хотелось. За закутами в риэлла я чувствую себя на вершине блаженства. В конце концов, идти сегодня никуда не надо. Впрочем, как обычно. Плавно на 100 женщинских. Тогда почему бы не поспать? Я перейдусь на дороге, в округе уставшим старые бушистые обои, покрывающиеся кривую стену. Интересно, а давно ты делал этот ремонт? И почему он вообще, говорят, тут обои, а не дерево? В смысле, как все начали рождаться где-то в глубине сознания? Я бросил одеяло, он скатил и начал лично одераться по сторонам. А да, я врос вказался в своей квартире. На некоторое время меня особо парализовало. Шот был настолько сильно, что мой мозг оказался не ускорблением, а за основное происходящее. Я просто стоял в 5 раз утром монитора, наступил напротив. Мышей не было, кажется, я даже забыл дышать. На четвертый раз утром до 40 начал проясняться. И что, собственно, произошло? Я в самом удобстве направляющийся в рай-центр? Да, что-то такое было. Э-э-э, Эрэ, Эрэ со мной сидел в славе. А теперь я опять тут. Похоже, за короткую неделю мы были проведены в лагере, но это настолько свыкший с мыслом, что в результате жизни меня уже не суждено, что я просто не знал, как на все это реагировать. А ведь именно попасть в обратный дом был моим главным мыслям в начале. Но в итоге все прожило что-то в плохом фильме, и я наконец вернулся, а все равно я находился в том, что в полнейшем шоке. Нет, страха не было. Нескорее было интересно. Игротно. Ведь я запринял все имя. Начать на лыжи со славей. Начать в прошлом случае свои проблемы, обилия, страдания, астрологии, нижнейшем не убивая планы на будущее. Очевидно, что талия была бы как минимум не хуже этой. А на счастье ее уверено не вернуть. Хотя, с другой стороны, я скажу мне, что неделю назад, что я вот так, в голове елка, и окружусь в другом мире, я бы не поверил. Что же началось с этим астрологическим событием, повторите. Страдающая ногами, она правда в зерной кухне. Надеет акцион валий и заморзшись по комнату. Ледяная жидкая смешка в прыжках на халатке и мягче телесуждения. Ступен предстоит защититься, что же делать дальше. Уважаемо, я понял, что я просто не могу находиться в сквещении. Включив компьютер... Компьютер... Блин. Включив компьютер, я случайно... Обстал случайно песни в плеере, я только тогда с ним несколько успокоился. И что у меня, собственно, остается? А до последнее время я чётко уже чётко уяснил, что от меня не зависит ровно с чётом ничего. По чьей-то прихоти я был выдержан из привычного мира, а затем возвращен обратно. Продолжаем. По чьей-то прихоти я был выдержан из привычного мира, а затем возвращен обратно. На неделе в лагере не было найдено никаких ответов. Да что уже рассуждать? Надо забыть всё, что произошло, как страшный сон. Может быть, это вообще было на дефинации, сейчас с ним всё равно. Единственное, что начало для архива вырвать этот короткий этап жизни в памяти, это Славя. Я помню её улыбках, всё это время, когда с которым мы провели вместе. Начинаем знакомство с самопереведения и заканчивая ночью в лесу и отъедом из лагеря. Сердце пришло вскаком в груди, умолчащей мощью боль по всему телу. Вот она понравилась мне с первого взгляда. Такая добрая, заботливая, понимающая. Как-то гармония, так как-то героинями занимает, как же её звали, катастрофу расширенного чипа вроде меня из депрессии. И видно, это подумать, что таких людей в жизни и бывает. Слава её не просто не внесла в гональ, не требовала поддержки, не ждала, что я помудрила и что я её для работы похвалит. Она просто была с собой. Той девочкой, которая в реальной жизни существовать не может. Если рассудить дрова, просто было именно так и никак иначе. Получается, я видел один большой дно в неделю сон. Про пионероги, про советских подростков и их вожатых, про теплую длительную ночью, подсиделку костра, про безработные детские игры, про все человеческие радости, про один миг, воздействующуюся неделю и вечное лето. Но почему просто видел? Я же был там, участвовал во всём. Но глаза не волнули мне вернуть здесь тоже. Но слезы были не отчаяния, а слезы были грусти и светлые пушки. Но даже если её закончилось, мне довелось из-под так то, что подавляющему большинству людей уничтожилось. Груза всё ярче, мельковый образ славы. Сколько бы я хотел, чтобы она иметь самую дальнюю циркологию. Может быть, мне нечего ей сейчас предложить, надпуга быть впереду вся жизнь. Пожалуй, из всех этих событий я веду ко мне много полезных уроков. Я не могу задуматься о том, что всё происходит слишком правильно, словно написано по какому-то шаблону. Героевный график, фантастическое пришествие и чрезвычное превращение. Пожалуй, всё же так не бывает. В этой жизни не бывает. Пройдёт день, неделя. И я опять скажу на тему, чем был до этого. Что же, а для этого самые реальные вариации развития событий и развития событий? Сказать на одно, мне уже никогда не вернуться обратно. Прошло около месяца со дня моего возвращения в пейнерлагеря Соленок. Или времени, я буду сказать, пробуждение отосна. Я беру в четыре привычные жизни. Затворника. Я беру в четыре привычные жизни. Затворник. Всё-таки просижу в интернете. Новости выходили в различный магазин. Как и стало ожидать, но я всё это вновь стал устраивать. Нет, конечно, выдуманы архитекторские депрессии. Без них никуда в моём положении. Но они не объедились до все обычного. Разве что я иногда во сне я снова встречу. Останешься в пейнерском. Осенном и биле олимпе. Этот дом его не принесет. Кто-то истинный младен. Всегда. Они об этом в России. Останешься в зоне погоня. Сейчас я буду. Я не могу. Что-то у нас отдастся на данных отдастся. Как и оторваться от яйца в следующий раз. Но, как читаешься, нужно говорить о том, что не он сказал. И как решено, мне кажется, что в сне яйца не нашла. И столько не было, что я papel. Но я по другим, никто не смотрю. В мире живут 40 лет, и в других странах мы делаем расстемизм. Но так, чтобы я сказал, что за недвижимость и застанет других человеком, в просто мере, что оно в нашем казанстве не более понятно. Нет, не простим, не дружелюбным. И в основном, что все непреретным, а именно понятно. Если раньше я против этого не мог снять некоторые события, но я не смогла осознавать, что так надо, ведь бы теперь и в простохотых волков жить проще. Все, что делается лучшим. А если они к лучшему, то в крайней мере, кстати, можно жить, а если жить нельзя, то тут же я бессилен. Наверное, я стал чаще улыбаться, хотя бы гриматься с левской скорбью на 24 часа в сутки с крикодовым лицом. Даже знакомые, зашли некоторые примеры, очень тяжело за мнение, что она к лучшему. Теперь, наверное, я готов жить дальше. Спасибо Совёнку и всем его обитателям. Из них я бы не смог. Начало января. Город Стерман програждет хватает на новогоднего пахмирья. На улицах вроде много любые дни. Я уже не хочу, что наружу, наружу как шахстер на пробирающейся с крючей строга, находился в основном такого чабаниного, величайного и запихшего богатого тела. Какого дела бы я не было, я просто решил немного развеяться. Нужно и воду куда-то спешать когда-то. Зимняя ночь – самое лучшее время, чтобы побыть наедине с собой. Всегда говорим, я всегда, когда ушла на настоящую одиночку, можно ощутить не все, а не в шкалённой пустыне, в бесконечной степени или на вершине заснеженной горы, а в толпе. В общем, в потоке людей, слов, мыслей, стремлений у каждого есть цель, направление. В результате я этих собрёвывал между ними и достойно внимания остальных. Может быть, это как разнаправленная, как страшная чабанинка, где картовые системы текают янателем и не суждено встретить. Так и тут. Все эти люди уйдут, берегут в одном направлении, я же положу в другом. Впрочем, было ли мне одиноко? Раньше, да. А сейчас, вряд. Вверх, желающих оставлять города, не буду машин, волнение толпы я накладал, волнение толпы я накладал подружески, но с какой-нибудь причиной. Но сейчас я сейчас не так понимаю, а на улице я не знаю, что они не только собрали, но и со всеми нею. Вот быть и сейчас, с точки зрения у вас кальчикации, вы очень доверяете, но появляются большие разницы. Побелы не сильно замечал, не обращал внимания, но все же кажется, но все же каждый, кто меня заповезла, что это проезжающая либо машина, подумает, что ему удовлетворить. Может какие-то дела, какие-то страшные, вдруг поймай какой, или просто пьяный. Я никогда не люблю выделять, что это не надо, поэтому хотя бы представлять себя обществом, мне раньше и кулу у него не пришлось. Почти ситуации не меняют. В основном я хотел сказать всем, смотрите, я тоже могу быть счастливым, почему телевизор дает такой бред, но есть снег, ночь, темная комната идет сквозь экран монитора. Смотрите, я ничем не хуже вас. На душе, на душе было немного грустно, но это была светлая грусть. Так, что я ушли, но мне стало, что есть у них, но нет у меня. Может быть, я обладал чем-то намного более ценным? Я и сам вернулся, как открылся на автобусе, остановки 460 маршрута, надолевая постановое воспоминание. Я сел, пожалуйста, в карманах поиска сигарет, однако почка была пустая. Ну и ладно. Останавливаю выбор сегодня. Может, здоровее будет. Население Азии, однако, держалась звезда. Сегодня я посчитал вы понимаете, что одна из самых прекрасных статистических видей, врача Кабачева, но увидел мы это только через десятки лет. Может быть, и эта звезда уже взялась? И сейчас она все будет красивой картинкой на небосводе, за холодной планеткой и на краю говесной галактики. Впрочем, почему существует та или иная вещь? Потому что она просто есть, имеет форму, ее можно потрогать. Или потому что мы верим, что она существует. Смотрю, ребята, все просто. С другой стороны, даже если этой звезды больше нет, мы до сих пор видим ее холодный свет. Возможно, кому-то она помогла выбраться из-за единей таги, кому-то подарила надежду, а кому-то протащил точку тепла. Могу ли я все это делать? Все прощает 30 единицы? Я все взорвавшие, бог видит, что нужно всегда. Могут ли миллиарды людей верить, что люди верили? Могут ли миллиарды людей верить, что на самом деле нет? А так, как это само по себе еще не материализовывалось, не материализовывалось, по крайней мере, я об этом не слушал. Учен пошел быстрее, началась настоящая метель. Начала было очень полночь. А он собирался обходить, когда он прибрал сложно делать доверсик, чтобы вырвал нас, и вырвал только в ее автоматике. Это явно была девушка, а с ней копченой выбралась длинная коса. А на этой лавке выспоминает, так что заглядить ее лицами я не мог. А вы не знаете, какой последний автобус? А вы не знаете, вот этот автобус за ушел? Спасила она, не оборачивала. И когда ей понадобилось такое же умение? Четыре десятые, хотя, наверное, самым проклятым вошел в вашем дворе. Мало того, что она в основном для людей уволит, в другую реальность, так еще и вовремя было не раздвижно. Вроде бы после двенадцати должен быть еще один. Спасибо. И вы вовсе явно считались улыбкой. И я некоторое время просто мучше сидел, выраглядывая девушку. На кисть она договорила. А вы почему так поздно? Наверное, это действительно интересно. Гуляю, много чего-то делаю. А вы по делам? Ну, не то чтобы. Где же домой? А где уже человек живет? Впрочем, он с собой взорвался с века. Ну, далеко. Я бы переделал. Ну, сказала она. А я бы с рядом. Хороший район? Я бы сказал, поганий. Вы знаете, приходится. Может мне нравится. Не знаю, я уже привык. А вы мне кажется, что человек везде может быть чистым? Наверное. Ну, сами посудите. Люди в регионах, в антарке лежат. На станциях я не верну. И в пустыне сахара. И много где еще. Главное ведь, это люди. С вами сложно не согласиться. Мое замечание, он проезжал на строк философский, что я сам невольно улыбнулся. Мне кажется, вы не искренне. Нет, отчего же, сюда же. Она тихо смеялась. Я думал, вы хороший человек. Тут она повернулась и... Я понял, почему я казался знакомым ее голос, фигура и все остальное. Передо мной стояла Славе. Он для меня потерял даже ничего, и он быстро взял себя в руки. В конце концов, возможно, что это просто девушка, похожая на Славик из моего сна. Или я приспытываюсь без тяжелейшей дежавю. На этом городе нам не принято влагерь, для намерения формы, на линии пальто, да и на горение лета. Я попытался верить в себя в том, что мне все равно, чтобы если это все расскажешь, я все-таки надо пробный вопрос. Я не знаю, почему я не могу Я не знаю, что это. я не знаю, что я не знаю, куда я не знаю, но я не знаю. Я не могу сказать, что ты не можешь быть думать о чем ты будешь. Я никогда не хочу не уйти со мной. Она на руках. Я не знаю. Очень брат, пианический ходит. Может быть, там и или. Цель интересных слов, что ты думаешь. Почему? Кстати, у меня, наверное, вообще полное имя, то Лямы. Мы с тебе остались люди. Они тоже ладились. Это я хочу жить, что на я. Постоянно. В конце государства не важно. Почему-то... На, здесь есть честный пацаны, да, я появился в остановке, я помню на вопрос, пацаны номер 410. В какой-то там бывает засме, от которых не хочется посыпаться? У меня Семён. Очень милое имя. Тоже на Сэн начинается. Да. Значит, значит, ты далеко живёшь? Ну, не так уж. Она, наверное, была район. А я думала, что где-то они на юге. Почему? Не знаю. Может быть, потому что ты похожа на пионерку? Ты достались себе, и теперь я не... Сэн же вспенялась. Если бы не они, возможно, мы бы и не познакомились. Почему? Она делает серебряное лицо. Да так, все-таки. Скажи, а ты согласна, что мы с ним все? Потому что мы не верим. А ты какой-то, какой-то, какой-то идеалист? Ну, это... Да, наверное, вот... В последовремя мне, наверное, вычитать в лосковской школе. Ну, не знаю. Я так же человек не очень сильна. Вообще сильна. Она улыбнулась. В чём-то другом. Не сомневая эти секунды. Но ты же меня едва знаешь. А кажется, что уже давно. Да, и мне пришло пытаться покажите. Несторожно стыло неловкого молчания. Снег рисколько успокоился, но автобуса совсем не было. Украска джинута часа, я предположил, что уже не будет. В Славе, похоже, было холодно. Поехали всякие половинки сильные. А растирающие от движения руками стали ещё чаще. Ну, похоже, четырех десятый маршрут на сегодня закончат свои рейсы. Похоже. Это странно сказал вам. Если хочешь, обрастивами начали. Что? Может, что-то остаться у меня. Но надо только что под накладывать. Прошли вам сами. Однако, на языке, нужно было никаких ингредиентов. Да, я понимаю. Но на самом деле, это был курок. На английском? Что-то я укладывал в употреблении. А я? А надо? Кто знает? Что же, да? Я просто доза в Москве не перенесула. В Москве оправдывал. Но я все прекрасно понимаю. Но я не знаю. Я все и просил, конечно. Обкрепились все. Хотя, когда он уже назад, то уже просто некуда. Пойдём. Давай всё немного ещё немного. Давай всё же ещё немного пройдём. Мы тут приедем. Хорошо. А чём-то не важно. Я хочу оставить всё в некоторое время. Я, ну, работаю на дому, как я бы. Ответы нечего влиять и забылить не буду. Здорово. Всё хорошо. Знаю. Важно, важно в одно время. Никуда ездить не надо. Ну и всё такое. А ты? Чтобы как-то сменить тему разговоров, красивые. Я учусь, как на крае... на крае беда. А кто это? Всё же всё злое. Неважно. Ну и колоколь. А что же, достойно просесться? Можем заработать девчонку, а чтобы все не ехали. Можно оставлять сейчас дочь. Время детям не заметно. Слава, кажется, приняла моему стаю. Пойдём, погнулся. Затем медленно набрать штурмодом. Но, коротко, взяла меня под руку и отвергнул в годы. Знаешь, я уверен, что в этом году всё будет лучше, чем в предыдущем. ТЕПЛАЯ ЛАМПОВОСТЬ У каждой истории есть начало и конец. У каждой истории есть своя канва, синопсис, содержание, ключевые моменты, прологи и эпилоги. У каждой истории есть начало и конец. Конец почти у каждой. ТЕПЛАЯ ЛАМПОВОСТЬ Команда «Соверги» благодарит вам за время удивленной игре. Ну что ж, дорогие друзья, я, блин, в восторге от этой игры. Я не знаю, что сказать, что прям идеальная игра, вообще. Я не могу сказать, что она, я не могу сказать. Я даже не знаю, почему это играет, я просто не знаю. Игра, блин, превосходная. Я не знаю, что сказать. Есть из десяти. Реально, в восторге. Я, конечно, игру проходил, принимаю честно, но, блин, я рад, что я прошел эту игру еще раз. Я рад, что я прошел вместе с вами. И, блин, на хорошую кроссовку с Ларри, дорогая идея, это прям великолепно. Просто великолепно. И, блин, и главное, что самое главное, без гайда. Фух. Я уж думал, все. Я, конечно, игру проходил. Блин. А можно еще титры, пожалуйста? Я как бы понимаю, а вдруг хочу сейчас, знаете, что делать? Музыка, вот. Где музыка? Нет, подожди. Вот здесь такая музыка. Чтобы нормально было так. Нет. Она играла в этот шутбот. Она должна быть здесь. А это что такое? Понял? Ну, что? Да. Вот. 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 Именно под этой мелодией, вот, которую я хотел найти, мы, в принципе, заканчиваем прожди, это очень замечательно. Вот, что мне вот выглядит на это. Абсолютно все. Почему он прожди? Я просто не знаю. Я проходил эту игру ранее. Я, конечно, это говорил. Но, блин. Игра мне реально понравилась. В общем. Есть еще это дополнение, насколько я знаю, у меня включение из кинок 3. История одного пионера, вроде как называется, но она у меня не запускается таким образом, но я постараюсь найти альтернативный вариант и прийти ее в любом месте. История Печева. Блин. Игра превосходна. История Печева. История Печева. Превосходна. Всем спасибо! И это и была замечательная история. Прошли мы, получается, за один день, именно 15 июля 2022 года, да? Нет, 16 июля 2022 года, именно летом, чтоб было символично. Ну что ж, всем спасибо! Всем пока, пионеры! Все, всем спасибо! Спасибо за решением! Субтитры создавал DimaTorzok